Музыка на слезах, тайною на шестах 25 лет связаны музыкой и не делают из этого тайны. У участников театра песни «Летний вечер» полным ходом идет подготовка к юбилейному концерту. То, что-то будет прямо на сцене в понедельник. То есть мы полностью с вами еще раз пробежимся в 14.00 получается репетиция у нас. 14.00 На репетиции встретились те, кто не виделся долгие годы. Это было и волнительно, и радостно. Наталья Петроченкова, первый руководитель коллектива, вспомнила, как все начиналось. Буквально заканчивала школу, когда директор дворца Мишина Ирина Васильевна, дай бог здоровья, пригласила меня в этот дворец. И вначале я была, играла на хореографии ребятам. А потом уже сказали, что нужно подумать и создать какой-то музыкальный коллектив, чтобы туда могли приходить дети поселка, потому так как поселок отдален от города. Зимой стали приходить ребята, самый первый коллектив. Я всех ребят помню и даже помню песни, которые они пели. Например? Ну, например, нынешний директор дворца пел свою песню Катя Катерина, популярную на то время. Девочки, две сестры пели «Русалочку», «Самолет», «Черный кот», популярные в те времена песни. Было это 25 лет назад. После того, как Наталья Викторовна перестала работать у нас в дворце, ей взамен пришел руководитель из нашего же коллектива. Это Елена Крючкова, она сейчас проживает в Анталии. Она, кстати, победительница фабрики «Звезд Турецкой», тоже известна очень там в Турции. Должна была приехать, но не смогла. Затем Ольга Мор возглавила коллектив, сейчас она тоже проживает в Германии. Как-то так получилась география наших руководителей. Затем преемственность поколений Галины Викторовны Балакина, они все, получается, руководители были в составе нашего театра «Песни летний вечер». И сейчас вот руководит коллективом Яна Геннадьевна Хигай. Она не являлась участницей коллектива, но она приняла именно образы правления этого коллектива, ведет за собой всех детей. Сейчас в театре «Песни летний вечер» занимается 15 человек. Некоторые ребята приезжают на занятия в поселок даже из центра города. Мы приходим в наш дворец два раза в неделю. Один раз у нас репетиция проходит на сцене, один раз в нашем кабинете. Репертуар подбираете все вместе? Песни, которые мы поем именно ансамблем, мы подбираем все вместе. А которые мы поем сольно, нам помогает Яна Геннадьевна выбрать или мы поем те песни, которые нам нравятся. Мне нравятся больше песни о душе, в которых можно раскрыться, можно показать себя и свой голос. За 25 лет «Летний вечер» стал брендом Дома культуры и поселка Бажова. К своему юбилею коллектив подошел с большим багажом хороших песен и готов устроить музыкальный круиз для своих слушателей. Это путешествие на лайнере «Летний вечер», которое длится 25 лет. Начнем с его истоков, расскажем, как все начиналось, как продолжается в данный момент и что происходит на сегодня в коллективе. То есть отправимся в такое музыкальное путешествие, будем петь, плясать, танцевать. В общем, я думаю, всем зрителям должно понравиться. Юбилейный концерт состоится в Доме культуры поселка Бажова в понедельник, 25 февраля, начало 18.00.